Всем привет! В этом видео я расскажу вам о японском кратковолновом радиолюбительском транссивере 80-х годов Yezu FT-102. В свое время этот транссивер считался очень неплохим, и даже сейчас, почти через 40 лет, многие радиолюбители также высоко оценивают этот аппарат. В этом видео я расскажу вам о его основных возможностях, особенностях, и покажу внутреннее устройство. FT-102 это транссивер, предназначенный только для радиолюбителей, для профессионального использования он, можно сказать, непригоден. Выпускался начиная с 1982 года в течение всего нескольких лет. Работает во всех основных радиолюбительских диапазонах плюс варг диапазоны, полного перекрытия по КВ. У этого транссивера нет ни в режиме прием, не в режиме передачи. Имеет 12 рабочих диапазонов, которые переключаются галетным переключателем на передней панели. Ширина каждого диапазона равна 500 кГц. Перестройка по частоте этого транссивера плавная, то есть синтезатора частоты в привычном нам сейчас понимании у него нет, но есть цифровой индикатор частоты, то есть частотомер. Схема транссивера, можно сказать, включает в себя компоненты совершенно разного времени. В этом транссивере есть и полупроводниковые приборы, огромное количество транзисторов, диодов, есть и микросхемы, достаточно сложные, в том числе в счетчике, то есть в индикаторе частоты. И есть электровакуумные приборы, радиолампы в выходном и предвыходном каскадах передатчиков. Виды модуляции есть все. Верхняя, нижняя, боковая полоса, телеграф, амплитудная модуляция и частотная модуляция. Но для работы в частотной модуляции и на передачу в амплитудной нужно устанавливать дополнительный опциональный модуль, без которого частотной модуляции нет вообще, амплитудная работает только на прием. Вид модуляции переключается отдельным коллетным переключателем на передней панели вручную, независимо от диапазона. То есть никакой привязки видов модуляции к диапазонам нет, как мы сейчас привыкли в современных транссиверах с микропроцессорным управлением. Выходная мощность передатчика с ламповым выходным каскадом около 100 ватт. Но в руководстве к радиостанции указана не выходная мощность, а подводимая мощность от источника питания к выходному каскаду. Так часто делалось в прошлом, когда передатчики были ламповые. Так вот подводимая мощность заявлена 240 ватт. То есть реально на самом деле этот транссивер при благоприятных условиях, при хорошем согласовании с антенной, удается настроить так, что он выдает в высокочастотной мощности больше 100 ватт. Питается этот транссивер от сети переменного тока 220 вольт или 110 вольт. Напряжение переключается. На задней стенке транссивера есть разъем для подключения кабеля питания. Блок питания встроенный внутрь корпуса транссивера. Он выдает все необходимые напряжения для работы всех цепей и полупроводниковых, и цепей индикации, и даже анодные накальные напряжения для ламп передатчика. То есть транссивер этот стационарно питается от сети. Запитать его в полях можно только или от бензогенератора, или от какого-то мощного преобразователя, но большого смысла в этом нет. Органов управления на передней панели много. Так как транссивер не с микропроцессорным управлением, то каждая регулировка или каждая функция включается отдельной ручкой, отдельной кнопкой. По-своему это очень удобно, все доступно очень быстро. Выключатель питания можно сказать сдвоенный. Две очень красивые клавиши. Одна включает питание радиостанции вообще, вторая включает накал ламп. Так как очень часто мы можем использовать радиостанцию только в режиме прием, что-то слушать часами, и только иногда выходить на передачу, то есть смысл отключать накал ламп. Это позволит сэкономить ресурс самих ламп, собственно, и уменьшить лишнее энергопотребление. Есть целый ряд из 6 миниатюрных ручек регулировки, которые требуются не постоянно. Например, это регулировка чувствительности микрофона, регулировка уровня срабатывания Vox, регулировка нойз бланкера и тому подобное. Когда эти ручки не требуются, они могут быть спрятаны за уровень передней панели. Под ними есть также целый ряд из 6 кнопок, которые включают предусилитель, узкополосный фильтр, микрофонный компрессор, нойз бланкер, самопрослушивание в режиме передачи и собственно саму передачу вручную. Ручка регулировки громкости и усиление по высокой частоте сдвоенная. В коротковолновых трансиверах высокого класса обычно есть преселектор. Это такой высокочастотный фильтр, который устанавливается непосредственно на входе приемника. И вот в FT-102 тоже есть преселектор, который перестраивается отдельной ручкой на передней панели. Ручка эта вращает ось конденсатора переменной емкости. Есть в трансивере плавная регулировка полосы пропускания, которая выполнена в виде сдвоенной ручки. Если эти две ручки вращать одновременно, то происходит не регулировка полосы пропускания, а сдвиг полосы ПЧ. Есть перестраиваемый вручную ночь фильтр для вырезания помех, расстройка по приему и по передаче и просто регулировка тембра. Радио «Жук 1» Антон Павел, Т-9. Спасибо, с праздниками. Радио 21. Трансивер выполнен по супергетеродивной схеме с двумя преобразованиями частоты. Первая промежуточная частота 8,2 МГц, вторая 455. Но основная фильтрация во всех режимах происходит именно по первой ПЧ 8 МГц. То есть привычного нам в современных аппаратах с полным перекрытием всего КВ диапазона переноса спектра вверх с первой промежуточной частотой 45 или 60 МГц в этом трансивере нет и нет соответственно полного перекрытия по всему диапазону. Очень интересно и непросто в этом трансивере сделано формирование частоты первого гетеродина. Генератор с плавной перестройкой, то есть ГПД, работает всегда независимо от выбранного рабочего диапазона на частотах от 5 МГц до 5,5 МГц, перекрывая те самые 500 кГц. Но непосредственно в формировании частоты первого гетеродина этот ГПД 5 МГц не участвует. Частоту первого гетеродина формирует ГУН, генератор, управляемый напряжением, как в обычном синтезаторе с ФАПЧ. Мало того, даже есть петля ФАПЧ, которая и управляет этим самым ГУН. Но синхронизируется частота ГУН не с помощью делителей с переменным коэффициентом деления, как в обычных синтезаторах с ФАПЧ, а синхронизируется она по частоте генератора с плавным диапазоном, которая хитрым образом смешивается с гармониками кварцевого резонатора, кварцевого генератора на частоте 10 МГц работающего. То есть кварцевый генератор формирует частоту 10 МГц, которая многократно делится до разных значений, потом умножается до разных значений. Например, из нее получаются частоты 6 МГц, 11 МГц и так далее. То есть частоты совершенно не кратные 10 МГц. И вот с этими частотами складывается и вычитается частота ГПД и по результатам уже синхронизируется ГУН, который является у нас выходом первого гетеродина. Вот такая сложная схема формирования частоты в этом трансфере. Она очень интересная, необычная. В наше время такого конечно же не встретишь, когда везде используются различные синтезаторы частоты уже с цифровым способом формирования. А здесь можно сказать вот такой вот аналоговый синтезатор, который содержит в том числе в себе и делители частоты с фиксированным коэффициентом. Простые делители, например, на 10 и тому подобное. И содержит в своем составе генератор с плавной перестройкой с конденсатором переменной емкости. Алексей, ровно 9 баллов. Плюс, а не вижу, на минус тоже стрелка не идет. Ровненько 9 баллов. Финал информативный. Алексей, спасибо. Также с наступающим вам микрофон 3. Ай, Иван, спасибо вам, что услышали меня. Пока. Семерка-тройка. Как вы видите, у трансивера есть два красивых стрелочных индикатора. Один из которых в режиме прием работает в качестве эсметра, а другой в режиме передачи может показывать несколько разных параметров, которые выбираются с помощью переключателя на передней панели. Несмотря на то, что основная часть схемы трансивера выполнена на полупроводниковых приборах, а в схеме индикации частоты используются вообще цифровые микросхемы, но предвыходной и выходной каскады усилителя мощности передатчика сделаны на лампах. В выходном каскаде применяется три одинаковых лампы, соединенных параллельно. Анодное напряжение 900 вольт. На выходе этого лампового каскада конечно же есть P-контур, катушка которого имеет много отводов, переключаемых галетным переключателем переключения диапазона всего трансивера. И есть два конденсатора переменной емкости, который выведен на отдельные ручки на передней панели трансивера. При переходе с диапазона на диапазон этот P-контур нужно настраивать. А вот так слышны сигналы этого трансивера на удаленный ВПСДР приемник, расположенный в нескольких сотнях километров от меня в городе Тамбов на 40 метровом диапазоне. На задней стенке корпуса трансивера есть вентилятор, который шумит очень заметно. Но работает он только когда включен накал ламп передатчика. Разъемов на задней стенке очень много. Это и выходы промежуточных частот, низкочастотные выходы, входы-выходы переключения на передачу, разъем для подключения внешнего блока ГПД, также есть разъемы для подключения отдельной приемной антенны или наоборот подключение внешнего приемника к антенне трансивера. В общем, радиолюбитель может значительно расширить свои возможности за счет внешних подключений. А, Нижний Новгород, все принято. Нижний Новгород отмечено. Алексей, послушай моего соседа Бориса. Алексей, добрый день. Нижний у меня на радио 3, Иван Щука Зоя, Алексей. Ну, я что-то негромко слышу. 5-7, 5-8. У Р-3 Иван Щука Зоя, здравствуйте. 5-9, громко вас слышу. Здесь Алексей, Нижний Новгород. У меня антенна, антенна не диапазонная, кусок провода, поэтому вы меня так негромко и принимаете на приеме. Алексей, большое спасибо тебе на Нижний Новгород. Удачи, здоровья. С праздничками наступающими 73. Звучит этот трансивер очень хорошо, даже на встроенный громкоговоритель, приемник работает прекрасно, высокий динамический диапазон, эфир слышно прозрачно, даже в такой шумной помеховой обстановке, как у меня здесь в городе. В поля я этот трансивер не повез, так как 15 килограмм веса и питание только от сети переменного тока. Как выглядит внешне этот трансивер, мне очень нравятся, очень красивые ручки, кнопки, стрелочные индикаторы, просто прекрасные. Семисегментный цифровой иллюминисцентный индикатор, который светится зеленым цветом, тоже очень красивый. В наше время техника выглядит совсем по-другому, но красота техники тех лет мне почему-то очень нравится. Схемотехника трансивера, формирование частоты очень интересное, никаких упрощений, все сделано по схеме, очень качественно. Но деталей очень-очень много, очень много проводов, соединений, огромное количество электролитических конденсаторов на печатных платах. Как эти конденсаторы до сих пор не вышли из строя, непонятно. Они все оригинальные, незамененные и трансивер прекрасно с ними работает. Но с таким количеством этих самых конденсаторов, я думаю, что все-таки рано или поздно уже с ним что-то должно будет случиться с этим трансивером. Часто говорят, что в этих моделях, в этих аппаратах выходит из строя реле от времени, которые переключают прием-передачи. Несмотря на то, что перестройка по частоте производится с помощью плавного генератора, стабильность частоты очень высокая. На слух частота не изменяется совсем, не уплывает нисколько. Конечно, такой стабильности недостаточно для работы с современными цифровыми видами связи. ССТВ к цифровым видам связи вообще не относится. Но для работы голосом, голосовыми видами или телеграфом такой стабильности более чем достаточно. В свое время аппарат этот был очень недешевый и различных возможностей и особенностей у него очень много. Обо всех них рассказывать в этом видео я не буду. Кому интересно, можете почитать инструкцию по эксплуатации, она есть в интернет. А на этом мой рассказ о кратковолновом радиолюбительском транссивере 80-х годов ЕЗУ FT-102 закончен. Спасибо, что смотрели это видео. Работайте в эфире с разных транссиверов, с раритетных, с современных, с самодельных и с промышленного изготовления. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, на группу вконтакте, в фейсбук. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok